Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. Сегодняшний рассказ я хочу посвятить очень важной для себя книге, потому что надо бы, конечно, посвятить, хоть я и не решусь этого сделать, но тем не менее, обязательно скажу это, рассказ светлой памяти Елены Цезаревны Чуковской. Очень жаль, что ее нет с нами. Жаль, что она не представит эту книгу, поскольку верстку ее она корректировала и просматривала, уже будучи в больнице. Не так давно от нас ушел совершенно золотой человек, и все, кто ее знал, хоть немного, как я, те со мной согласятся. Это настоящий подвиг, то, что она совершила. Ее трудами многие сочинения Лидии Корнеевны Чуковской просто чудом уцелели. Естественно, были подготовлены к печати ею же. И сейчас у нас есть 12-томные собрания сочинений Лидии Корнеевны Чуковской, дочки Корнея Чуковского, подготовленные внучкой великого писателя. Елены Цезаревны Чуковской. Лидия Корнеевна прошла незамеченной на литературном фоне XX века. Я бы так сказал, поскольку ее записки об Анне Ахматовой, которые знает весь мир, я о них уже упоминал, рассказывая о другой ее книге, выходившей в издательстве «Русский путь», но она не только своими литературоведческими статьями и не только знаменитыми записками об Анне Ахматовой оставила, на мой взгляд, очень глубокий след в русской литературе. Это писатель, работавший в уникальном жанре всю свою жизнь, в жанре дневника. Как бывают отдельные такие вот удачные направления, приемы или жанры, в котором раз за разом возвращается писатель спустя годы и десятилетия, так и через всю ее жизнь прошел дневник. И вот именно о дневнике пойдет сегодня речь. Книга так и называется «Дневник. Большое подспорье». То есть помощь. Помощь в чем? В каком деле? Помощь в деле ее жизни. Лидия Корнеевна прожила необычайно значимую для отечественной литературы жизнь. Она не просто помогала знаменитым писателям, она не просто помогала им физически, душевно, литературно, материально, как угодно. Она не просто была одним из самых честных, благородных людей. Она не просто донесла до нас живую Ахматову, записав огромное количество удивительных вещей. Знаете, не каждому Гёте повезет на такого Эккермана, как Ахматовой повезло на столь добросовестного и столь талантливого мемуариста. Вот те самые дневники, настоящие бытовые дневники, ведущиеся каждый день с записями дат и с фиксирующими не только события, которые потом отольются во что-то литературное, но и события личной жизни, какие-то переживания и размышления, естественно. Эти дневники она вела всю жизнь. И вот работая в этом жанре, для себя, работая только для своих глаз, она сумела сделать из этого нечто большее. Поскольку, конечно, и записки об Ане Ахматовой, и Софье Петровне, и художественная её проза, и документально-мемуарного характера её вещи, и даже стихи и литературоведческие статьи, это всё имеет отношение к жанру дневника. Мне так кажется, потому что это был гениальный совершенно её конёк. Это была возможность, которой они воспользовались другие талантливые писатели XX века, а она сумела претворить нечто большее. Потому что это, конечно, уже не просто дневник одной человеческой жизни. Это всё произведение «12 томов». Это совершенно потрясающее наследие, которое равновелико многим вещам, ставшим просто культовыми. Навскидку могу назвать «Дневники братьев Ганкур». Это тоже дневники, но это литературные произведения. Так и здесь идёт речь о том, что простые вот эти вот черновики жизни, вот та самая летопись фактов, незначительных и несущественных ни для кого, кроме автора, они превратились в настоящее литературное произведение. И вот выборку из этих самых дневников за огромный период с 1938 по 1994 год, выборку из этих дневников, изначальных, на основе которых потом уже формировались записки Ахматовой, на основе которых издан большой такого же объёма том в этом же собрании сочинений, которое называется «Из дневников воспоминаний». Там другой метод выборки использовался. Там выбраны отдельные фрагменты дневниковых и мемуарных записей, которые посвящены поэтам, писателям, каким-то событиям и личностям. То есть тематическая классификация. Здесь же выборка значимого по иному принципу, выборка значимого эмоционально, значимого для биографии Лидии Корнеевной. У неё, конечно, очень тяжёлая судьба, как и у всех переживших всё начало и всю середину XX века. И, конечно, она здесь упоминает постоянно бесчисленных знаменитых современников, друзей, родных, близких людей и тех, для кого она много сделала. Эта книга является настоящим памятником эпохи. Почему? Потому что здесь мы видим, какое отношение между определёнными людьми поддерживало всё то здание культуры, что мы сейчас имеем в наследство. Потому что, когда всё это создавалось, непредставимые нам сложности сопровождали каждый кирпич, положенный в фундамент. Десятилетиями пробивалась книга стихов Анны Ахматовой. И вот здесь мечтаю о книге, пишет Лидия Корнеевна-Чуковская. Думала о нашей книге, наша новая книга. Сравнивает с лондонским изданием, говорит, что это ужасно. Потому что в лондонское издание стихотворения полно опечаток. Загублено совершенно издание, издание погублено опечатками, неточностями, ошибками. То есть нам представить себе невозможно, что нужно десятилетиями ждать и годами пробивать в печать стихи, всего лишь стихи, не какую-нибудь там политическую кромолу. На самом деле это иная эпоха, это иные жизни. И на самом деле очень много интересного здесь содержится не только для литературоведа и для историка, а просто для человека, который хочет узнать, чем же всё-таки жили и дышали его родители. Потому что воздух был совершенно иным. И воздух этот был очень горьким и полным дымом и копоти, который сейчас кажется нам какой-то призрачным. Вот это вот потрясающее сопротивление несвободы, абсолютно неизгибаемое, это потрясающее давление изнутри, которое заставляло идти на правом и общаться с теми людьми, с кем опасно было общаться и заниматься тем, чем опасно было заниматься, и понимать свою миссию, свою задачу. Это, конечно, в книге производит очень сильное впечатление. И всё это выражено в бесчисленной россыпи мельчайших вот этих вот примет времени и конкретных событий каких-то несущественных, приестренных людей, отъезд родных людей, какие-то памятные даты, какие-то события, какие-то впечатления, негодование иногда, то есть какие-то эмоции выливаются. Ты всё это читаешь, ты понимаешь, что перед тобой живая жизнь, непосредственно та, которая становится, до которой одна очень важная ступенька, ведущая к литературе. Но вот эта ступенька дневниками преодолевается гораздо быстрее. Я считаю, что Елена Цезаревна Чуковская, которая подготовила к изданию и эту тоже заключительную книгу, успела всё-таки её собрать и вот эту вот выборку из дневников нам представить, сделала очень важную вещь, потому что это завершающий аккорд, который позволяет понять именно жанровую составляющую литературного наследия Лидии Корнеевны Чуковской. Семья Чуковских – это феномен. Не каждой национальной литературе выпадает такое богатство, чтобы такая вот литературная семья, это, знаете, как-то очень казённо, пошловато звучит, но это действительно так. Это семья, которая своими поколениями сделала для русской литературы не меньше, чем разрозненный список, можно привести имён, отдельно стоящие писатели за разные годы. Такой же степени дарования. Вот удивительный феномен. И, конечно, когда мы говорим о Корнеевне Ивановиче, о классике русской литературы, мы можем забыть о том, что у него были потрясающие потомки. Но этого делать нельзя. Я считаю, что Лидия Корнеевна Чуковская – это один из классиков русской литературы XX века, что записки об Ане Ахматовой – это вовсе не только литературоведение и мемуаристика, это ещё и колоссальный литературный памятник эпохи, что жанр всех её произведений, от художественной прозы до воспоминаний, в собственном смысле слова, которые так и в подзаголовке обозначены, и так и задумывались авторам, это именно производные от дневниковых записей и такого в жанре дневника корпуса текстов интереснейших и талантливейших не создавал практически никто, на мой взгляд. У нас есть прекрасные прецеденты, мне наверняка напомнят и дневники Пришвина, и другие источники, но я хочу сказать, что всё-таки вот литературно воплощено это именно так. И я думаю, что вот это собрание сочинений, вышедшее в издательство в это время Лидии Корнеевны Чуковской, оно ещё ждёт своих исследователей, своих настоящих читателей и своих настоящих, ну, я бы даже сказал, литературных последователей, потому что записки Табани Ахматовой переведены, и известны всему миру, благо Ахматова это гений, да, она известна во всём мире как представитель русской поэзии, а вот эти вот тексты ещё ждут своего открытия, и оно обязательно состоится. Вот это всё, что я, наверное, могу сказать, и в завершение я хочу поблагодарить судьбу за то, что мне довелось чуть-чуть совсем пообщаться с Еленой Цезарьевной Чуковской, послушать то, и как она говорила о наследии этом литературе, литературном, о своей маме, о Лидии Корнеевне. Мне посчастливилось, может быть, поспособствовать чуть-чуть чему-то из судьбы этих книг, и я счастлив об этом. А вы в видеоблоге сможете увидеть несколько записей презентации очередных томов из собрания сочинений Лидии Корнеевны, где Елена Цезарьевна сама, и потрясающе это она делает, артистично и очень интересно, рассказывает о литературной и бытовой судьбе этих рукописей, этих книг, этих текстов. Вот такой вот дневник. Дневник «Большое подспорье» издательства «Время». Лидия Корнеевна-Чуковская. Читайте, наслаждайтесь. Потрясающее чтение. Большое подспорье.